В Хокино в 256-й школе открылась выставка работ военной техники, которую посвятили 75-летию Великой Победы. Организатором данного мероприятия стала преподаватель физики Светлана Протасова. Именно она вдохновила учеников принять участие в создании военных экспонатов. Подробности в следующем сюжете. Вдохновить, направить, организовать. Преподаватели городского округа знают, как это сделать. В преддверии 75-летия Великой Победы в школах активно проводятся различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание своих учеников. В 256-й школе открылась выставка военной техники, выполненная учениками и родителями дома. С идеей провести данное мероприятие выступила преподаватель физики Светлана Протасова. Идею педагога поддержали, помогли в организации. В преддверии 75-летия, конечно, все мероприятия в школе направлены на патриотическое воспитание наших детей. И в преддверии этого праздника у нас учитель физики Светлана Викторовна Протасова решила сделать выставку. Выставку военной техники. Было задано задание дома с родителями сделать что-либо вместе с ними и обязательное описание. Описание, конечно, дети писали в тетрадях, но мы там допечатывали и доделывали. Выставка получилась небольшая, но продуктивная, я считаю, что дети совместно с родителями делали те или иные оружия, делали самолеты, пароходы, вертолеты, автоматы. Идею создать свою работу ребята приняли с радостью. Вместе с родителями продумывали, что будут делать, из чего и как. Экспонаты были выполнены из самых различных материалов – из картона, бумаги, фанеры, досок, пластилина. Ребята усердно вместе с родителями клеили, лепили, вырезали. Старались сделать свою работу так, чтобы она получилась максимально приближенной к оригиналу. Только, конечно, в уменьшенных размерах. Самое, что было интересно, утро, и они это же все несут, и они же это все рассказывают, рассказывают, как они делали, что они делали, рассказывают историю. На физике был специально дан урок, чтобы они рассказали, презентовали свою поделку. И все рассказывалось, и дети на каждой перемене подходят, изучают, читают. Ну, мне кажется, мы достигли цели, которую мы хотели. Мне кажется, это хорошо, что эта выставка здесь есть, потому что это как память о наших предках, кто воевал, и это очень хороший поступок. Мне очень интересна тема о войне, я смотрю разные фильмы об этом. Мне очень интересно смотреть все в галерею. Я ее смотрела, мне очень нравится она. Там рассказывается, ну, показывается, какие были танки, какие там были, например, самолеты, как, ну, и кто-то уже знает, как они называются, приходит и озвучивает, как они называются. Я видела эту выставку, я рассматривала ее экспонаты. Я считаю, что хорошо, что делают такие выставки, так как это идет память о войне и о том, что мы не забываем, что было на нашей земле, на нашей планете. Я узнала много нового, что тут бывает, какие есть танки, какие самолеты, какие пулеметы. Хорошо, что есть такая выставка в памяти о Великой Отечественной войне. Помимо организованной выставки, на которой были представлены работы военной техники, учащиеся старших классов вместе с преподавателями оформили стенд, посвященный городам-героям Великой Отечественной войны. На стене были вывешены фото городов и их описания. На переменах ученики с огромным интересом читают представленную информацию, узнают много нового. И главное, не забывают о великом подвиге, который совершил наш народ. Помимо того, что мы проводим выставку, каждые классы готовят стенды. И на каждые две недели расписана тематика. Была блокада Ленинграда, города-герои, дети войны у нас были, пионеры-герои. И каждый класс готовит ту или иную тему. Но после того, как дети оформляют стенды, проходит обязательно линейка. И дети рассказывают на линейке о том, что они сделали, что они изучили, как они оформляли, как они к этому готовились. Для того, чтобы дети не только читали, но и слышали, и слушали. И потом могли посмотреть, изучить. Что-то они вдруг забыли, что-то они узнать хотят. Совсем немного времени остаётся до Великого праздника. Каждый год 9 мая Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. В этом году будет отмечаться 75-е годовщина Победы. В городском округе планируется провести массу мероприятий, посвящённых этому событию. Подвиг нашего народа невозможно забыть, пока есть люди, которые передают, рассказывают нашим детям об одном из самых трагичных периодов в истории нашей Родины.